Этот портрет самого известного пирата написан гелевой ручкой. Полигональная графика набирает обороты по всему миру. Правда, в Липецке пока не так популярна. Мастеров, владеющих такой техникой, единицы. Архитектор Татьяна Васильева всё свободное время работает с треугольниками. Нахожу фотографии, которые мне очень нравятся, по душе, обвожу контуры. И потом уже смотрю, в зависимости от того, где темно, где светло, я делю, получается, на треугольники. Например, если треугольник здесь тёмный, я, получается, больше штриховки здесь идёт и больше работы. Получается, темнее. И после уже вырисовывается объём и тень. Объём и тень, контраст и баланс света. Эти картины, хоть и привычнее взгляду, но усидчивости и таланта требуют не меньше. О выставках для своих работ Марина Сидорова вообще не задумывалась. Писала больше для себя и сына. Ребёнок, мой сын, является, наверное, одним из главных источников моего вдохновения. Потому что меня очень радует тот его восторг, который он показывает, глядя на мои работы. Эта выставка в первую очередь должна объединить молодых и талантливых. Так и работать, и в большое искусство попасть проще. И уже есть первая идея сотрудничества. Молодые художники решили создать общую группу в социальных сетях. А из виртуальных экспозиций в реальное переместиться помогут организаторы форума. В управлении молодёжной политики готовы выставить лучшие работы молодых авторов. У нас до этого было мероприятие, называлось «Молодёжная неделя действий». В рамках этого мероприятия мы также собирали молодых художников, проводили встречу с членами Союза художников России. Они обменивались опытом, общались между собой. У нас очень многие молодые художники банально не знали друг друга. То есть мы пытаемся сейчас создать некое творческое сообщество. В этом году молодёжный форум сделал ставку на молодых профессионалов. Свои истории успеха рассказали десятки человек со всей области. Достижения демонстрировали дизайнеры, спортсмены, актёры и библиотекари. Лучшим из них вручили награды. Ульяна Троцкая, Илья Горский, Липецкое время.